МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на 12-м канале новости. В студии Дарья Шадрина. В начале выпуска коротко о главном. Чтобы компенсировать инфляцию, омским бюджетникам с 1 октября повысят зарплаты. Кто может рассчитывать на прибавку? О новом мэрии, амбициозных проектах и предстоящих выборах. Александр Бурков в прямом эфире ответил на вопросы МИЧей. Самые яркие моменты диалога с губернатором. Лоб в лоб пьяный МИЧ спровоцировал смертельное ДТП на трассе Омск-Тюмень. Подробности страшной аварии. Сезон тазиков затянулся на полтора месяца. Надо кастрюли горячей воды таскать в ванну. Жильцы многоэтажек в центре Омска остались без горячей воды. В чем причина? Детям фотосессия, мамам прогулка с ветерком. Я таких эмоций уже давно не получала. Ветер, драйв, легкость. Омские байкеры устроили необычный праздник для особенных ребят и их мам. С 1 октября омским бюджетникам повысят зарплаты. На эти цели правительство региона уже выделило 700 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона с представителями Единой России. С просьбой об увеличении окладов к губернатору обращался Степан Банковский. По словам депутата, именно о такой финансовой поддержке сейчас говорят и мечи. Александр Бурков согласился, зарплаты действительно нужно повышать. Однако, прежде чем принять окончательное решение, власти провели финансово-экономический анализ. В итоге средства на шлем получать больше станут и те, кто не входит в перечень специалистов, повышение оплаты труда которых предусмотрено майскими указами. Это водители, вахтеры, бухгалтери и младший медицинский персонал. По каждой профессии установят определенный процент увеличения оклада. Сотни избирателей обращались именно по данной проблеме. На самом деле это касается тысячи тысяч бюджетников. Действительно, цены растут. Есть определенные сложности. И это решение, оно показывает то, что мы слышим людей, мы помогаем людям. И даже, несмотря на сходный бюджет Томской области, приняли очень важное решение, которое реально поможет простым людям. Также в ходе встречи обсудили поддержку ветеранов. Из бюджета выделены средства на выплаты участникам боевых действий и труженикам тылом. Выдавать пособия начнут с 1 января. О повышении зарплат бюджетникам зашла речь во время эфира программы «Диалог с губернатором». В течение полутора часов глава региона отвечала на вопросы мечей, которые касались ремонта дорог, газификации, водоснабжения. Рассказал Александр Бурков и о масштабных проектах. Один из них — новая набережная, которая должна стать самой длинной в Евразии. Кроме того, глава региона озвучил список кандидатов на управленческое кресло в случае, если Оксана Фадина пройдет в Госдуму. Екатерина Булучевская с подробностями. С разговоров о политике на этот раз начался диалог с губернатором. До единого дня голосования остается чуть меньше двух недель. И первое, что интересует о мечей, кто же станет новым мэром, если Оксана Фадина пройдет в Госдуму. Александр Бурков отвечает, шорт-лист кандидатов составлен. На пост претендуют главы городских округов, районов области, а также министры. Большинство из них молодые, но уже проявившие себя кадры. Омск, по мнению губернатора, точно будет в надежных руках. К слову, избирательная кампания сейчас в самом разгаре. Кандидаты встречаются с населением и представляют свои программы. Работают с уважением. Никакого черного пиара и скандалов. Я считаю, что в том, что у нас нет скандалов каких-то, это некая такая политическая грамотность, может быть, о мечей. И наоборот, это достойно. На самом деле нужны профессионалы, которые знают ответы на вопросы, которые им ставят избиратели, задают. И самое главное, чтобы они в дальнейшем это могли реализовать уже в органах власти. И первое, на что придется обратить внимание новому депутатскому корпусу – дороги. Пока городские магистрали ремонтируют ударными темпами, межпоселковые трассы в плачевном состоянии. В таком находится и дорога на Зываевск-Хрутинка. По словам обратившегося водителя, это 50 километров сплошных ухабов. Когда дождь и грязь, по этой дороге просто отвратительно ехать. Подобные проблемы и в других районах. Губернатор признается, это одна из болевых точек региона. Работу будем проводить, ситуацию знаю, сам по этим дорогам езжу, контролирую. И помню, как у нас с вами не было и дороги на Варшавку. У нас не было с вами дорог, я помню, 18-й год между Полтавкой и Шербакулем. Не было дороги. Сегодня у нас от Марьяновки до Шербакуля дорога закончена. Пока вынуждены делать дороги к районным центрам. В топе острых тем – вопросы газа и водоснабжения. Так, Омск включили в нацпроект. По нему уже к концу года в Исселькуле достроят насосную станцию. Прошлым летом жители района остались без воды в разгар аномальной жары. И это внеплановое отключение далеко не единственное. Теперь же проблема с питьевой водой решится. Но в 2022-м на строительство водопроводных сетей выделят беспрецедентную сумму – полмиллиарда рублей. Что же касается газификации, то здесь не все так гладко. В области есть множество удаленных пунктов, куда трубы даже не начинали прокладывать. Впрочем, уже в этом году начнется проектирование нового газопровода «Большеречья Тара», благодаря которому обеспечат голубым топливом северные районы. Подвезти газ, а мячам могут бесплатно. Если вы проживаете в населенном пункте, где был газ, и важно, два дома было подключено, здесь действует президентская программа. То есть газифицироваться будет весь населенный пункт, и уже гражданин не должен платить средства за подведение к дому. Он только оплачивает за внутреннюю обвязку. Что касается Теврийского месторождения, скважину номер 6 планируют запустить уже через полтора месяца. Сейчас идут ремонтные работы по самым современным стандартам. Благодаря реновациям добыча газа должна увеличиться в 10 раз, и жителям севера больше не придется мерзнуть. Поговорили и о перспективных проектах. А мячи все чаще задают вопрос, когда начнут преображать Иртышскую набережную. После благоустройства она должна стать самой длинной в Евразии. 15 километров с велодорожками, фудкортами и зонами отдыха. Губернатор в очередной раз подчеркнул, проект сложный, его реализация требует больших вложений. Только разработка концепции обойдется в 300 миллионов рублей. Однако, по словам Буркова, не нужно относиться к планам скептически и вспоминать печально известные долгострои. Уже не говорим, что завтра придется вкладывать бюджетные средства. Сегодня мы вкладываем только в ПСД. А в строительство в дальнейшем львиную долю даст частный бизнес. А еще в Омске может появиться своя базовая авиакомпания. Уже ведутся переговоры. И если перевозчик зайдет в нашу воздушную гавань, летать по России станет проще и дешевле. Решается вопрос и с аэрофлотом. Несмотря на то, что компания закрыла рейсы из омского региона, не исключено, что часть направлений вернут. На прошлой неделе вел переговоры с генеральным директором аэрофлота на эту тему. И приняли решение, что в течение недели наши специалисты областного министерства транспорта проводят работу со специалистами компании аэрофлот. Делают все точные расчеты, где какие нужны нам рейсы. Проблемы обманутых дольщиков, вакцинация, тротуары и подъезды к школам, мусорная реформа – все это тоже не осталось без внимания. За полтора часа эфирного времени в колл-центр поступили сотни обращений. Интересовало телезрителей и личное. Захотели узнать, что может всерьез разозлить главу региона. Разные могут быть вещи, которые выводят из равновесия. Стараюсь этого не делать. Когда вы последний раз злились? Сегодня утром. На аппаратном совещании с членами правительства. Все вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, будут переданы в правительство. Ни одно обращение не останется без ответа. Екатерина Булучевская, 12 канал. Ну а сегодня Александр Бурков отправился с рабочей поездки в Большереченский район. Глава региона проконтролировал, как ведется ремонт дороги Омск-Тара. В этом году работы идут на 11 участках трассы. Их общая стоимость около полутора миллиардов рублей. Сейчас проект готов на 60%. В основании дорожного полотна бетон само покрытие укладывают не в два слоя, как раньше, а в четыре. Такую технологию применили, чтобы не допустить образования клеи. По дороге курсируют тяжелые лесовозы из Тевриза и Тары. Работы завершат в середине октября. Большие средства вложили в реконструкцию дороги до Большеречи и дальше до Тары. Если прошлый год мы сделали 74 километра, то в этом году мы сделаем с опережением 68 километров. По дороге уже не первый раз еду, вижу, как строится, какое качество. И хотел бы сказать слова благодарности дорожникам, потому что сделано действительно качественно и профессионально. Также Александр Бурков оценил условия оказания медицинской помощи в селе Могильно-Посельское. ФАП располагается в здании детского сада. Здесь работают фельдшеры Медбрата, обслуживают специалистов более тысячи человек. По программе модернизации здравоохранения в учреждении появился новый автомобиль УАЗ. Уточнил губернаторы, как доставляют лекарства в отдаленные поселки, а также какими темпами идет вакцинация. Пока привито 55% от плана. 256 человек прошли полную вакцинацию, дважды уже второй прививкой вакцинировались. Ну и примерно такое же количество планируется еще пройти. Побывал губернатор и в отремонтированной школе искусства имени местного композитора Андрея Цибуля. Здесь обучаются 260 юных талантов, списки занятий вокал, хореографии, народные танцы. Но позже Александр Бурков примет участие в торжествах по случаю восстановления после пожара и 360-летия со дня основания деревни Каракуль. Напомню, это весной населенный пункт был едва не стерт с лица земли лесными пожарами. Новые дома строили и сдавались, что называется, под ключ. Восстановить поселок удалось всего за несколько месяцев. К другим новостям очередная трагедия на трассе Тюмень-Омск. Из-за пьяного водителя погиб 71-летний пенсионер. ДТП в Любинском районе произошло накануне. В разгар дня 38-летний мужчина на Volkswagen Touarek мчался по трассе, когда его автомобиль занесло. Недорожник выбросило навстречу комнату. Он протаранил ехавший навстречу Мерседес. От лобового удара иномарка превратилась в груду металла. Груз из прицепа легковушки раскидала по трассе. В автомобилях никого не было. Сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Водитель Таурега доставлен в медицинское учреждение, где будет проведено медицинское свидетельство. В последующем установлено его состояние опьянения. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы с места ЧП уже направлены следователям. Виновнику происшествия может грозить от 5 до 12 лет колонии. Отмечу, что за последние 8 месяцев в Омской области по вине пьяных водителей произошло 140 аварий. Из-за нетрезвых автолюбителей больше 200 человек получили травмы разной степени тяжести. 20 погибли. Среди пострадавших есть и дети. Госавтоинспекция призывает Омичей быть внимательнее и воздержаться от поезда к подградусам. Без горячей воды почти на полтора месяца остались жильцы нескольких пятиэтажек в районе пересечения Орджоникидзе и 24-й Северной. Ее температура составляла всего 36-40 градусов. Вместо положенных 60 продолжало понижаться. Обращения к коммунальщикам и в ресурсоснабжающую организацию ни к чему не привели. Накануне терпение жильцов лопнуло, и они позвонили в нашу телерадиокомпанию. У нас ни одного объявления не висит, что отключится вода. Это же ненормально. Есть пожилые люди, которые тоже вот с дачи женщина пришла. Ей не помыться ничего. Ей надо вот кастрюли эти горячей воды таскать в ванну. Дети вот маленькие. Как только с жильцами пообщались наши корреспонденты, горячую воду включили. Об этом сообщил представитель управляющей компании, которая обслуживает часть пострадавших домов в микрорайоне. Он также отметил, что в планах перерасчет, так как все это время жильцы платили за теплую воду, как за горячую. Связаны были неудобства с ремонтными работами, которые проводили ресурсники. 27 июля была нами получена телефонограмма о том, что горячее водоснабжение будет идти по подающему трубопроводу без циркуляции. Омск РТС выполняла работы на трубопроводе, и поэтому параметров и не было. Работы закончились, должны быть параметры. Задвижки ресурсники открыли накануне. Уже вечером из кранов пошла вода положенной температуры. Исключение дом номер 270А по улице Родженикидзе. Здесь горячую воду обещали дать сегодня после обеда. Прокатились с ветерком необычный праздник. Для мам особенных детей устроили омские байкеры. Они организовали мотопробег, полноправными участницами которого стали представительницы прекрасного пола. Пока мамы гоняли по городским магистралям, дети не скучали. Для них устроили праздничную программу с танцами и фотосессией. Анастасия Вишова подробнее. Свои комфортные машины на железного коня многие омички меняют впервые. Все ради нового опыта и зашкаливающего количества адреналина. Эмоции не сдерживают слезы на старте, а ощущение свободы после первого километра. У каждой мамы особенный ребенок. Признаются, сегодня словно набрали полную грудь свежего воздуха. Я не замужем. Решила себя почувствовать немножко невестой. Я таких эмоций уже давно не получала. Ветер, драйв, легкость. Мужчина брутальный рядом. Это так завораживает. Пока родители покоряют городские улицы, для ребят устроили викторины, конкурсы и фотосессию. Я никогда не видела мотоциклов. Мне здесь понравилось, что приехали все мотоциклы. Дядя Юра был очень хороший. Очень сильно понравилось. Единственная сложность делиться организатору и подобрать подход к маленьким участникам праздника. Каждому ребенку должно быть комфортно. На благое дело люди соглашаются, когда они видят сами, что это не идет куда-то, кому-то, чего-то, непонятно. А когда они видят эти глаза детей, глаза матерей, которые благодарны. Поэтому люди с удовольствием откликаются. У меня такие же искренние чувства, как и у них. Я сама являюсь мамой двоих детей-инвалидов. И я знаю все эти проблемы изнутри. И реакция, конечно, у мам, я знаю, как и по себе, она очень будет драйвовая. Активно все подходят благодаря, потому что испытали какие-то новые эмоции. Они запомнятся явно на долгий период времени. И они почувствовали ту истинную радость. Главная идея – подарить ребятам и их мамам возможность общения и позволить им выйти за рамки привычного окружения. Анастасия Вишова, Виктор Осинцев, 12 канал. 10 лет без локомотива. Сегодня день памяти ярославской хоккейной команды. 7 сентября 2011 авиакатастрофа унесла жизни сразу 44 человек. Железнодорожники отправились в Минск на матч открытия чемпионата КХЛ. Однако полет длился всего несколько секунд. При наборе высоты Як-42 задел крылом радиомаяк, врезался в землю, полностью разрушился и сгорел. Не стала легенды омского хоккея Александра Вьюхина. Вал Кипер провел в Омском клубе почти 10 сезонов и до сих пор остается рекордсменом по количеству игр на ноль. Его могила находится в Омске на Старосеверном кладбище. А Боб Хартли в этот день вспоминает Брэда МакКриммана, главного тренера локомотива. В сезоне 2003-2004 они вместе работали в тренерском штабе Атланты Трэшерс. У нас вместе получалось восхитительно. С первого собеседования я знал, что Брэд МакКримман будет не только частью моей команды, но и моим другом. Мы с утра до вечера были на арене. Мы недалеко жили друг от друга, так что даже иногда вместе ездили на тренировочный каток. Приезжали к 6-7.30 утра. Мы вместе просматривали много видео, готовились к тренировкам. Это было нашим страстным увлечением. Хоккей был нашей жизнью. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Большой выбор теплиц со скидкой. На выставке теплиц у ГИД Интерьера и Континента. Телефон 505023. Планировать свой отдых заранее выгодно. Раннее бронирование в санатории «Коммунальник». Скидка 30% на все виды путевок. Успейте забронировать до 10 сентября. Подробности по телефону 90 87 88. И на официальном сайте. Омский государственный университет Достоевского объявляет дополнительный прием. Бюджетные места. Подай заявление до 10 сентября. Телефон 229 772. Уже на этой неделе в Омск придет похолодание. Столбики термометров опустятся до плюс 13. И, судя по прогнозам, теплая погода вернется в регион нескоро. Между тем, синоптики уже рассказали, какой будет предстоящая зима. На мече ждут суровые морозы вплоть до минус 40. Поэтому самое время обновить гардероб. Во Дворце молодежи открылась ярмарка курток и пуховиков. В ассортименте широкий выбор мужских и женских моделей от лучших отечественных и зарубежных поставщиков. Подробности далее. Куртки, дубленки, пуховики, плащи и ветровки. Приглушенные оттенки одежды подойдут для дождливой осени. Яркие краски наполнят теплом в холода. Порадуют и цены. Поставки напрямую от производителей позволяют снизить стоимость в несколько раз. Подобрали то, что для меня это хорошо. Ну и цены, конечно, не кусачие. Пришла и сразу пять минут, и я уже одетая. Осенние, зимние и демисезонные модели подойдут обладателям любой фигуры. На ярмарке пуховиков представлен широкий размерный ряд. От 42 до 74 размеров. Подобрать теплую одежду сможет даже самый привередливый покупатель. В ассортименте больше тысячи наименований. Нейлоновое покрытие, которое спасает в холодную и дождливую погоду. Мембранное покрытие дает коже дышать. И наполнитель биопух, который обеспечивает легкость материала. Обновить можно и домашний трикотаж. Во Дворце молодежи работает ярмарка узбекского трикотажа. Посетить ее можно с 10 утра до 7 вечера по адресу перелета 1 вплоть до 13 сентября. О погоде спонсор прогноза ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное ледделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра 8 сентября в регионе облачно. В Омске ночью плюс 6-8, днем до 13 градусов тепла. В районах также облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-7, в дневные часы до плюс 11. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 6 по 19 сентября. Мед свежего урожая с имбирем, пиргой и восковой молью, бортевой. Ждем вас в торговом центре «Корона» у ДК имени Молунцева и возле торгового центра «Фестиваль Сити». Акция. При покупке 1 килограмма меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok